Добрый день! Меня зовут Александр. Кинофестиваль «Волшебный фонарь». Сегодня я расскажу и покажу, как просто начать пользоваться нейросетью Stable Diffusion. Для начала нам потребуется аккаунт на сервисах Google. Нажмите «Войти», «Создать аккаунт для личного использования», «Придумайте имя и фамилию». Это не обязательно должны быть ваше настоящее имя и фамилия. Придумайте уникальное имя пользователя. Введите пароль и подтвердите его. Далее. Номер телефона указывать необязательно, но нужно ввести день, месяц, год рождения, а также свой пол. Опять-таки, можно вводить любые значения. Далее. Прокручиваем вниз, соглашаемся с условиями пользования. Переходим по ссылке в описании, и мы оказываемся в сервисе Google Call, который позволяет нам использовать вычислительную мощность сервиса Google для собственной работы. Нажимаем кнопку «Плей», «Выполнить», вводим Капчу. Нажимаем «Подключиться к Google Диску», выбираем «Созданный аккаунт», «Разрешить». Нажимаем вторую кнопку «Плей» и ждем. Готово. Нажимаем третью и ожидаем некоторое время. Готово. Четвертую. Следующую строку мы пропустим. Для нашей работы она сейчас не важна. И, наконец, последнее. Запускаем. По окончанию ожидания появится ссылка. Щелкаем на нее. И теперь мы находимся в интерфейсе создания изображений. Наверху слева можно выбрать модель генерации изображений. Сейчас она одна. Несколько вкладок. Нас интересует сейчас первое. Самое главное – ромпт, то есть текстовый запрос на генерацию изображения. К сожалению, только на английском языке. Вводим, что мы хотим создать. Например, кошка на дереве. Под голубым небом. Это негативный промпт. То, что нейросеть не должна рисовать. Например, солнце. Это способы создания изображений. Их очень много, но они похожи. Сейчас не будем обращать на это внимания. Нажимаем «Генерировать». Проходит несколько секунд, и перед нами действительно кошка. Под голубым небом. Щелчком мыши можно увеличить изображение. Для того, чтобы сохранить его, нажмите правой клавишей на изображение. «Сохранить картинку. Как?» Выберите место и название для сохранения. И нажмите «Сохранить». Кошка получилась хорошо. Давайте попробуем собаку. Хм, дерево есть, а собаки нету. Попробуем еще раз. Собака на дереве под голубым небом. И еще одна собака. Это количество шагов, за которые нейросеть пытается сгенерировать изображение. Если мы поставим «Очень мало», то он очень быстро создаст картинку, но там будет однозначно что-то размытое. Если поставим «Больше», то генерация будет длиться дольше, а изображение получится более детализированным. Но слишком много ставить тоже не стоит, потому что начнут появляться артефакты. Давайте попробуем другой запрос. Например, «Кошка сидит на траве» в стиле Ван Гога. В негативный промпт мы запишем пару слов. Уродливый, деформированный. Также можно использовать другие слова, которые помогают нейросети понять, что мы хотим красивую картинку. Похоже на Ван Гога. Давайте попробуем другой метод. Один из моих любимых — этот. Гротинка получается не очень. Разные методы подразумевают разное количество шагов. Для этого метода рекомендуется от 50 до 120. Вот так намного лучше. Под методом находятся две полоски — ширина и высота. По умолчанию они установлены на 512 на 512. Это оригинальное разрешение, на которое была обучена нейросеть. Но мы можем установить что-то другое. Например, вот так. Или наоборот, с большей высотой. Чем больше общее разрешение, тем дольше будет генерироваться картинка. И не всегда будет получаться хорошо. Каким образом, другим способом увеличить разрешение, я покажу в следующий раз. Этот слайдер отвечает за количество изображений за одну генерацию. Они будут генерироваться подряд. Продолжение следует... Продолжение следует... Второй — то же самое. Но эти изображения будут генерироваться одновременно, что ускоряет работу. Последний на сегодня — CFG Scale. Это то, насколько нейросеть будет пытаться сделать изображение точно таким, как вы его описали. Если это будет малое значение, изображение будет более вариативное. Но контраст их снизится. Если много, то нейросеть будет пытаться сделать в точности то, что вы описали, и контраст вырастет. На сегодня все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok